Долгие тяжелые подъемы на верхние этажи. Жители дома на улице Свободы жалуются на подрядчиков, которые убрали в подъездах старые лифты, но не поставили новые. Все сроки работ по программе капитального ремонта в 116 доме давно вышли. Теперь люди не знают, куда обратиться, чтобы в их доме все-таки закончили работы. Хребет по-русски. Ноги не ходят. Как хочешь, так и ходи. Никому не надо стало, вот как. На улицу тут надо ходить, да. А как ходить? Ни лифта ничего нет, выключили и не уделывают. Недовольство пожилых людей объяснимо. Старые лифты в их доме убрали еще в апреле, а новые так и не установили. Подниматься на верхние этажи по несколько раз в день тяжело. На лестничных пролетах и у подъездов лежит строительный мусор и оборудование. По словам жильцов, подрядчики бросили работы месяц назад, хотя должны были заменить лифты еще в июле. Они какие-то документы проверяют финансовые, которых мы, конечно, простые жильцы, об этом не знаем. Их никогда не видели, эти документы. И как у них выполняются взаимозачеты, оплаты, мы этого тоже не знаем. Страдают простые люди. То есть там они не могут разобраться, кто кому сколько заплатил, недоплатил или переплатил, а лифт не работает. Прояснить ситуацию в фонде капитального ремонта сегодня не смогли. Его директор вообще оказался не в курсе ситуации в Доме свободы. Теперь люди рассчитывают только на прокуратуру. В ведомстве сказали, что проводят проверку. Кстати, на днях директору фонда капремонта сделали последнее предупреждение. В этом году сроки в большинстве запланированных на ремонт и домов снова сорваны. Тем временем в фонде уже строят планы на следующий год. Говорят, что собираются провести работы почти в тысячи многоквартирных домов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!